Всем доброго дня! Сегодня у православных чистый четверг. Погода на улице божественная, на небе ни одного облака. Светит солнышко, небо небесно божественно голубое. Пока я готовлюсь выпекать свои куличи и красить яйца, немножечко решила прогуляться по саду и показать вам волчий ягодник или волчий лыка. Перед этим я вам рассказывала про это растение. Вот сейчас оно уже практически отцветает. Потрясающий стоит запах. Кому-то он напоминает гиацинт или ландыш. Но на самом деле, сейчас мы немножечко, не буду я ставить на паузу, раз такая замечательная погода, пройдемся по саду. Я вам хотела показать и рассказать чуть-чуть о другом своем растении в саду, про который я не устаю всем рассказывать и всем рекомендовать. Сейчас мы до него дойдем. Так, здесь у нас можжевельник казацкий раскинулся, там вересковая тоя, корейская пихта. Это я вам все уже показывала. А идем мы к этому замечательному кустарнику, который называется рододендрон даурский. То есть после того, как у нас отцветает волчий ягодник, у нас в первом саду зацветает вот этот рододендрон даурский. Честно говорю, я это растение обожаю, потому что оно магического вообще цвета. Сами я имею в виду цветки, да. И оно настолько благодарное и неприхотливое, что оно не требует вообще ничего. И размножается легко. Сейчас я вам покажу. Вот такие сейчас у него стволы. Если вы захотите посадить рододендрон даурский, для него специальных каких-то условий ничего не нужно. Размножается он достаточно легко порослью. Но если кто-то не хочет ждать, пока у него появится поросль, вы можете наклонить веточку, да. Вот, ой, у меня с сосны упала ветка. Вот как вот здесь вот, да. Вот она здесь лежит, если вы видите. И сделать, как говорится, отвод. Или начеренковать. А главное, если вы рядом сажаете пион или какие-то другие растения, да, и вносите в свою почву, ну, скажем так, навоз, да, естественно, рододендрон, он этого не выносит. Предпочтительнее для него обычная почва или как для хвойника. Вот это единственное условие, да, не вносить под него навоз. А дальше оно настолько благодарное, вы посадили и про него забыли. Это вечно зеленый кустарник, который вот зацветает. Вот сейчас видите, у нас бутончики. Я обязательно вам его еще раз сниму и про него расскажу, потому что я абсолютно уверена, что к Пасхе мой куст будет весь уже вот в таких распущенных, замечательных цветах, лиловых или цвета фуксии. Вот поэтому я обязательно к вам вернусь и обязательно еще раз его покажу и про него расскажу. У кого еще нет этого замечательного кустарника, обязательно посадите. В отличие от других рододендронов, да, он не капризный, не требовательный и зацветает ранней весной, когда еще ничего у нас с вами не цветет в саду. Так что я побежала, как говорится, выпекать куличи, красить яйца. Всем желаю отличной выпечки, самых красивых яиц, и мы с вами еще в Пасху встретимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова